всем привет давно давно давненько мы с вами не виделись о боже сейчас пойдем смотреть закат заодно я вам расскажу что интересного произошло за то время когда я отсутствовала на канале идем на набережную смотреть закат если честно погода этим летом была просто ужасная в нью-йорке поэтому можно сказать я только начинаю гулять вот уже октябрь почти наконец-то погода стала классной стала замечательно приятно и я пытаюсь сейчас упущенное наверстать и сегодня как раз пойду наверстывать смотреть закат моем любимом месте battery парке вот если кто-то не помнит я живу на првс тоже хорошее местечко я там каждое утро теперь хожу в армию это моя новая тема я встаю с утра и как в армии не заправляя постель не завтракая иду в парк рядом и там полчаса 50 минут делаю различные такие движения чуть-чуть бегаю в общем зарядку делаю прямо все как в армии вот но это я смогла сделать только недавно потому что было ну очень жарко такого дурацкого лета я давно не помню но сейчас надо мне побольше погулять потому что у меня такое предчувствие образовывается что в общем то недолго я здесь буду еще пока что это предчувствие но я обычно доверяю себе обычно все мои предчувствия сбываются поэтому надо нагуливать упущенное чтобы не жалеть по том что вот была такая замечательная погода я не гуляла поэтому девчонки и парни которые смотрят я думаю что влоги у нас будут почаще я надеюсь что вы их ждали вот ну и обычные видео тоже может быть я поснимаю ну да я их поснимаю просто вопрос в том как часто я буду снимать потому что я немножко сейчас занята даже не немножко сильно что уже не сил ни времени на канал не остается сейчас я расскажу так в общих чертах чем я занимаюсь давайте выйду на набережную что покрасивее было вообще тут конечно очень клевые дома вот в этой части города такие крутые сон покажу один все с консьержами все лакшери там даже есть с бассейном и там есть бассейном короче очень классные дома здесь но все равно я поняла что если бы у меня было прям много 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 миллионов долларов я бы в нью-йорке не жила это точно потому что все равно ты выходишь и как бы тут свои какие-то нюансы начинаются ну которые может быть кому-то супер подходят а кому-то не супер подходят вот это я не дошла так еще до набережной просто решила вам показать какие здесь дома крутые вот очень тяжело конечно вот так круглый год жить здесь может быть если месяца три в году то шикарно а вот так вот особенно у кого прям миллионы я не понимаю что они тут делают вообще делать тут особо ничего вот из места которые именно для человека но в плане того чтобы он дольше жил до чтоб ему было комфортнее морально и физически намного лучше подходит а я считаю что люди которые богаты они прежде всего должны думать о том как продлить свою жизнь и одно из важных в этом пунктов до один из пунктов важных это как раз таки место жительства так вот нью-йорк он скорее укорачивает жизнь нежели он ее продлевает это сто процентов инфо инфо сто процентов сейчас мы пойдем на набережную уже уже такое солнышко предзакатное очень нежная мягкая ну что рассказываю чем я занималась на самом деле я очень много училась вот как я исчезла даже раньше я это начала ну точнее начала я этот путь года до два назад сейчас не знаю будет вам меня слышно или нет в общем очень усиленно я прямо училась я продолжаю учиться и также у меня стало очень много проходить вебинаров различных курсов классных никого зазывается туда не буду ничего рассказывать тоже не буду кому интересно добавляйтесь мой инстаграм там обо всем подробно узнаете и в общем закончилось все тем что мы даже создали нас подругой у которой своя компания есть до в россии мы создали даже школу прекрасную вот но она сейчас в процессе создания поэтому очень много работы с этим и есть да некие проблемы в коммуникации потому что я здесь там она там все там и в общем то вот и это на это уходит очень много моих сил времени и плюс да еще обучение идет и я еще самообразовываюсь постоянно изучаю различные исследования на английском медицинские статьи короче все там и поэтому уже до канала руки не доходят то что канал это для меня больше развлечения хобби то это уже такая деятельность достаточно серьезная интересная которая помогает людям уже у меня на курсах отучилась более 300 человек вебинары прошли уже наверное тысячи или даже как-то так вот за такой короткий срок я так не считала пока что я просто не успеваю еще вести подсчет но примерно вот такие цифры и люди очень хорошие отзывы очень хорошие результаты у всех можете зайти тоже у меня в инстаграме почитать там много-много отзывов вот как людям это все помогает как им все это нравится в общем я довольна этим летом несмотря на то что она абсолютно я не гуляла я сидела но я провела его настолько продуктивно что я жаловаться не буду и могу сказать что это лучшее мое лето в нью-йорке в плане какого-то знаете вклада в себя в свое будущее хотя и можно сказать я его провела не в нью-йорке я провела его за компьютер вот иногда стоит знаете чем-то пожертвовать и жертва я считаю была небольшая просто не просто посидеть немножечко дома и поработать но я получила огромный заряд энергии очень много положительных эмоций дофаминовые рецепторы постоянно работают то что постоянно приходят вот эти приятные отзывы от людей которым я помогла которые улучшили свою жизнь улучшили свое состояние здоровья конечно дофаминчик бьет ключом вот поэтому вот наверное больше ничего вот в этом формате видео я не расскажу про свою деятельность потому что кому интересно тот зайдет в мой инстаграм ссылочка на который под видео и все посмотрит а мы с вами давайте закроем эту тему в общем я рассказала куда я пропала и почему я пропала и мы вернемся к нью-йорку вернемся к этой прекрасной набережной моей любимой которая мне напоминает наверное знаете что-то такое французской юг франции вот шикардос просто вот эти вот причалившие яхты суперские красивые и вот здесь можно посидеть отдохнуть может быть я потом возьму какой-то еды вот там во французском маркете и здесь немножечко присяду сюда ну а может быть и нет я не знаю что я буду делать хотя я думаю что стоит мне здесь поужинать просто я в последнее время стараюсь не ужинать дома ой наоборот вообще стараюсь есть только дома потому что у нас сейчас идет такое глубокое погружение в иммунодиетологию о которой я много рассказываю в своем инстаграм и на курсах на вебинарах на которые я продолжаю учиться это абсолютно интересная тема и единственная работающая тема вообще из всех возможных направлений в диетологии и вариантов питания ну поэтому очень сложно когда ты пытаешься придерживаться ее принципов питаться вне дома во всяком случае поначалу пока ты еще как бы стабилизируешь себя и получается знаете как повезет поэтому я стараюсь пореже все-таки есть вне дома то что мне важно этим заниматься вот ну бывают исключения конечно почему нет вот расскажите мне ребят как у вас дела я-то вас тоже давно не видела у это конечно потрясающе постоянно вот азиаты но некоторые собирают вот эти бутылки вот так вот носят так что вам еще рассказать у меня рот не закрывается но по-моему я исчерпала хочу вам просто показать нью-йорк да так вот расскажите как у вас дела ребят чего у вас нового и что вы делали этим летом кто где отдыхал я кстати так нигде и не поотдыхала там что-то майами съездила на два-три дня вообще это конечно не отдых был хотя видела крокодилов различных прямо на дороге вообще своеобразный такой был отдых но такого прям знаете отдыха отдыха не было его не было поэтому конечно я рассчитываю что следующем году у меня отдых будет потому что он мне нужен и уже надо расслабиться немножко но пока еще месяца 456 я точно не смогу расслабиться со своими новыми проектами мне они важнее чем расслабление ну прям я так не не очень напрягаюсь то все это все делаю в удовольствие просто времени не остается ни на что все больше ну все равно когда дофаминовые рецепторы работают и дают какую-то отдачу ты можешь заниматься даже работой сколько угодно вот в этом кстати суть когда ты работаешь на нелюбимой работе у тебя не работает дофаминовые рецепторы наоборот они угнетены и поэтому ты вообще не хочешь заниматься и ты ждешь когда бы когда закончился этот день когда можно свалить уже с этой работы что вообще желательно больше не приходить просто чтоб давали деньги а когда тебе в радость ты можешь с утра сесть работать работать и только вечером стать и быть довольным единственный минус спорт очень страдает потому что я в приоритет поставила именно вот эту деятельность но честно говоря сейчас уже все начиная учиться распределять время так чтобы на прогулки хватало и на спорт и на youtube вот то что вас я тоже хочу видеть с вами общаться и так далее вот ребят вот так вот ну что ждем закат я не знаю дождусь или нет я уже голодная пойду-ка я посмотрю что за еда есть все-таки сегодня я здесь наверно поужинаю здесь такие ресторанные дворики вот этот ресторан французский он классный потому что ты сидишь на улице потому что ты смотришь на хатсон рива но он не классный потому что он невкусный вообще ничего вкусного ни разу я здесь не попробовала хотя была здесь много раз или можно вообще на этом маркете купить что-то и вот поесть здесь за столиком видимо это я сейчас и буду делать на но не знаю найду ли я что-то из еды что я хочу поесть привередливая стала вообще ну и да мне на самом деле нужно простая просто она не везде бывает именно просто ну сейчас посмотрю что-то ничего я здесь не захотела у меня даже созрела идея дойти до моей любимой италии но мне кажется я ее не воплощу жить в жизнь потому что мне банально лень туда идти и я пропущу закат который я обещала вам показать что у меня еще один вариант где можно поесть это наверху вот там там куча всего куча куча всего у меня меня окно это не да конечно мне нужна еда сейчас пойду наверх там много чего но надо это быстро девчонки все сделать потому что я должна вам закат показать для этого я сюда вообще-то и пришла в итоге взяла себе в dig in салатик намешала всего-всего классное место но один раз мы тут нехорошо поели мы взяли тофу и нам было с ирищей с подружкой очень плохо после этого тофу она какой-то жареная здесь надеюсь сейчас все пройдет без эксцессов все ребятки я бегу на набережную там устроюсь так я не взяла салфетки сейчас я где-то в другом месте стырю салфеток и там присяду и буду вами снимать и покушаю я в наглую беру где-то салфетки в другом месте ой классно тут видели ножи вилки деревянные мне нравится кстати все больше и больше мест где появляются деревянные ножи вилки и соломки кстати пластиковые в нью-йорке тоже запрещены уже их запретили использовать пластиковые трубочки потому что очень много их использовали вообще катастрофа и теперь продают железные трубочки ты можешь свою трубочку купить и ходить со своей трубочкой либо дают бумажные трубочки я думаю скоро так будет с вилками и с ножами такое местечко шикарное себе нашла прямо с видом на закат вообще прекрасно просто кайф смотрим закатик какая красота все-таки девчонки у меня был прекрасный ужин все лучший который может быть на свежем воздухе но относительно свежим волшебно-волшебно на этой ноте девочки и мальчики хочу всем пожелать гармонии любви счастья здоровье конечно же чтобы все ваши мечты сбывались чтобы вы были добрые и делились этой добротой с миром чтобы постоянно наблюдали такие прекрасные закаты еще более прекрасные восходы потому что утро это начало всегда нового дня и даже если что-то не получилось вчера утро это то что может изменить вашу жизнь и вы можете начать действовать немножко иначе или может что-то хорошее с вами случится какой-то случай счастливый поэтому если честно утро я люблю конечно больше но вечер тоже очень прекрасный и девочки на этой ноте я заканчиваю у меня к вам только один вопрос который вытекает с нашей сегодняшней беседы если бы вы имели много много миллионов долларов в какой бы стране и в каком бы городе вы жили и как бы выглядела ваше жилище помечтайте напишите мне чем более объемно и более детально вы напишите тем лучше и считайте что на этот закат мы вот сделали такое желание чтобы у вас все это было все всех обнимаю до встречи на моем канале ваша оля